Сегодня мы с вами поговорим о методах защиты наших виноградников, нашего урожая от ос и птиц. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание виноградов понятно и доступно. Итак, самый надежный способ защиты нашего урожая и от птиц, и от ос, это, конечно же, мешочки. Мешочки могут быть различные, можно их покупать. Мы не купили ни одного мешочка, мы все мешочки шили сами, точнее шила их я. Варианты старой занавески, да, вот. И второй вариант, это спанбонд. Я брала самый тонкий, самый вообще легкий. Почему мы шили сами? Да просто потому, что, во-первых, у нас очень большие объемы, да, и если бы мы купили столько мешочков, то, наверное, мы бы разорились. Это раз. Второе. Мешочки, они идут стандартного размера. И вот вы часто у меня спрашиваете, а какие мешочки мне купить? Я не знаю, какие у вас грозди, я не знаю размера ваших гроздей. Как я вам могу ответить, какие мешочки вам купить? Но сейчас покажу пример. Вот гроздь цинуса. Вот для сравнения моя ладонь. Гроздь практически вот с ладонь шириной. То есть понимаете, какой размер мешочка у нас должен быть. И важный момент, чем больше мешочек, тем он лучше. Чтобы он не вплотную у нас на гроздь насаживался, а там было свободное пространство. А вот эта гроздь велеса даже с руки мне неудобно снимает, чтобы вы увидели полностью длину. Вот. Да, более 40 сантиметров длина грозди. Какой здесь мешочек? Вы нигде не купите такого мешочка, да, чтобы он на эту гроздь налез. Рукав вроде бы продается, такой рукав. Он имеет определенную ширину. Дальше по длине можно резать, но это тоже как бы надо искать, смотреть. То есть вы мешочки подбираете под вашей конкретной гроздь, идете с линейкой, с рулеткой, с сантиметром. На ваш виноградник замеряете самую большую гроздь, примерно ширина, длина, и дальше смотрите, вообще есть в продаже такие мешочки или нет. То же самое с пошивом. Если вы решите шить, тоже я не замеряла размеры, я не смотрела никакие там вот. Как у меня получалось вот на глаз. Я сложила, рукав шила, потом поперек разрезала, сделала поперечные швы. Все, поэтому вот смотрите, вот два мешочка, да, вот они разные совершенно по размеру. Если я достану все мешочки, они тоже все разные. Но опять же лучше иметь запас. Завязочки тоже я никакие не вшивала. Если бы я еще заморочилась завязочками на то количество мешочков, которое было у меня пошито, то мне бы надо было сидеть сутками. И, конечно, если количество небольшое, можно сделать и завязочки. Но что делала я, все просто. А на некоторых гроздях вообще можно вот так вот самим мешочком и завязать. Ну, с занавески не очень, а вот с аспанбонда, особенно если гроздь маленькая, а аспанбонда большой, это все шикарно завязывается. Второй вариант. Старые трикотажные маечки, кофточки. Ну, то, что стойненького трикотажа. Режется на полосочки. Все, взяли на один узелочек. Вот этот мешочек завязали. Я уже не иду на виноградник вам показывать. Я думаю, что это и так понятно. Взяли и завязали на один узелок. Вот эта трикотажная завязочка, она классно держит, ее легко развязывать. То есть, ну, очень удобно. Это самые простые как бы способы. Но у мешочков есть еще один большой минус. Это очень трудозатратно. Все вот это надеть, завязать, потом снимать, потом проверять. Если у нас, например, сорт, который подвержен треску, да, прошли дожди, нам надо снять, посмотреть, все ли там хорошо. Если не хорошо, гнилую ягодку удалить. То есть, ну, это большой труд. Если у нас несколько кустов сидит, да, то, в принципе, это все делать можно. Если кустов много, то вот я в этом году на этот подвиг не способна. У нас здесь, на этом участке порядка 70 лоз, ну, плодоносящих сколько, наверное, около 60. Да, у кого-то там больше грозди, у кого-то меньше. Ну, вот сзади там блондунуар, да, и мукузани с их маленькими гроздочками. И если я там на каждую гроздь или узелки по 4 грозди на побег, если я на каждую гроздь сейчас начну надевать мешочки, я здесь буду дневать и ночевать. И, честно, у меня уже нет на это ни сил, ни желания. То есть, есть определенные минусы. Но, повторюсь, самый большой плюс – это то, что самое надежное. Дальше мы уже немножко разделяемся. А как и чем еще можно защитить наши виноградники? Вот от птиц. От птиц продается специальная сетка. И вот здесь вот, наверное, вам уже видно. Может, не видно, потому что она что-нибудь, она уже натянута. Но тоже, на самом деле, если объем небольшой, то это доступно по цене. Если объем большой, то уже, конечно, начинается немножко все кусаться. И самая большая ошибка, которую сделал лично я, я решила немножко сэкономить. Когда я смотрела сетку для птиц, понятно, что я брала большой метраж по длине 100 метров и взяла ширину 4 метра в надежде на то, что 4 метра – это же много, да, мы же не будем натягивать. Тут шпалеры, наверное, 2,5 до верха и не надо. Что я ее разрежу поперек. Да, и получу не 100 метров, а 200. Ну, как говорится, скупой платье дважды я заплатила своим временем. Потому что резать сетку очень неудобно. Порезать ее ровно тоже не получается. Смотрите, вот я ее закрепляла на уровне третьей проволоки. Ну, выше особо не надо. По крайней мере, у нас здесь такая хорошая листовая масса. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что уже птица туда вот внутрь через эту листву не пролезет. Но если где-то редко, туда еще и грозди, например, высоковато висят, то тоже есть нюансы. То есть в идеале даже, наверное, вот на этот уровень, на четвертую проволоку, надо было бы вешать сетку. Но, повторю еще раз, то я решила сэкономить. То есть в итоге я потратила очень много времени, чтобы вот эту сетку резать. Она не всегда режется ровно, где-то режется криво. Потом с одной стороны получается хорошо, но с другой не очень. Поэтому, если вы будете сетку покупать от птиц, то берите так, чтобы вам ширину не надо было разрезать. И, в принципе, можно даже брать с запасом 4 метра точно не надо по ширине. Ну, я думаю, что, наверное, хватило бы двух, но, в принципе, можно взять три. Это вот точно будет с запасом, вам хватит. Можно будет вот так вот натянуть, да, снизу закрепить спокойно. И все будет хорошо. Крепится она очень легко и быстро, особенно. Если ее не надо резать, да, не надо натягивать, то закрепляется быстро. Ну, и снизу тоже, какими мы скобочками крепили к земле. Касательно ячейки тоже я взяла, наверное, большевату. Имеет смысл взять ячейку меньше. Но, опять же, это надо смотреть по доступности, что в продаже есть на момент вашей покупки. Тут все индивидуально. Ну, еще момент важный, чтобы при натяжке... Вот, видите, здесь уже сетка достаточно близко к грозди. Вот. То есть, в идеале, чтобы она была подальше. Значит, если у вас, например, мало здесь листвы, да, то надо еще подумать, ну, какой-то палочке поставить, что-нибудь такое, чтобы сетка была вот так, либо тянуть ее по земле, ну, пошире, понимаете, да, чтобы она не касалась. Ну, вот, например, здесь в торце я сделала вот так, я поставила дужку, да, чтобы сетка при огибании шпалеры не касалась гроздей. Сейчас еще минутку про птицы, перейдем к осам. Есть такое мнение, и даже как-то кто-то из подписчиков советовал, что птичкам надо ставить водичку на участке, и тогда они не будут клевать ягодку. Честно вам скажу, что птички об этом не знают. Вот, и мы пробовали, еще когда вот в начале сезона у нас птицы клубнику клевали, я оставила тазики с водой, ну, птицы их благополучно проигнорировали, пошли лакомиться ягодой. Точно так же и сейчас с виноградом стоит тазик с водой, да, и птичкам абсолютно на него все равно они летят и кушают ягоду. Причем клюют определенные сорта, чаще клюют синие, но не всегда могут клевать. В принципе, все очень клевали зигиреба. Ну, зигиреба уже там 15-16 сахара, да, он набирает свою ароматику, наверное, пахнет, плюс ягодка розовая, то есть прям очень нравится, и они клюют, так синюю клюют. Синяя ягода желтая, ну, вот как-то она им, видимо, нравится. Очень прибалтов клевали, вот прям слышно было, что здесь пиршество устраивали на этой шпалере. А цимус, пыту особо не трогали, вот цимус весь целый, я ни одной ягодки не вырезала, когда закрывала сеткой, но, конечно, на всякий случай все прикрыла. И опять же, да, мнение, что вот одни сорта там птицы едят, другие не едят. Если птицы голодные, ну, если им хочется поесть вашу ягоду, они не будут сильно выбирать, что им кушать, что им не кушать. В прошлом году Каберныкортиз у нас практически полностью птицы изничтожили, и Макузани тоже практически полностью птицы изничтожили. Так что все-таки от них надо защищаться. Опять же, там можно, конечно, пробовать ставить какие-то пугало, но что-то будет работать, что-то нет. Теперь переходим к осам. Сразу скажу, что осы у нас бывают не каждый год. Вот за почти 15 лет нашего виноградарства мы уже заметили, что осы бывают через год. Вот один сезон они прям все жрут, второй сезон их нет. К счастью, в этом году у нас не осиный сезон, и осы нас не беспокоят. Но тому может быть две причины. Во-первых, в прошлый год они летовали жутко, у нас грозди шевелились от ос. Просто реально грозди шевелились. И да, я весь виноградник здесь закрывала в мешочки. И даже если где-то бывает гроздь, она так висит, что невозможно плотно завязать в мешочек вокруг нее, бывало, они даже залазили в мешочки. Шерш не меньше, но вот осы лютовали. Причем тоже существует мнение, что вот осы одни сорта едят, другие не едят. Да, это в определенной степени испроверило. Мы вспомним первых наших вредителей, это птицы, если птичка. Вот мускат блау. В принципе, мускат блау осы не едят. Но если прилетела птичка, чуть-чуть надклюнула, то остальное осы докончили. Мускат блау тоже в прошлом году практически весь. И птицы осы съели. У меня просто сил уже не было на него все закрыть. Так вот, осы бывают через сезон. Ну, по крайней мере, у нас. Самое надежное – это мешочки. Дальше ос можно и нужно травить. Но поймите, что когда уже приходит сезон, конечно, если мы ставим их отраву, им отраву мы очень сильно уничтожаем популяцию. Очень сильно уничтожаем их количество. Но все равно они часть виноградника нашего сожрут. Ну, просто с этим надо будет смириться. Значит, как и чем травить? Что я делала? Я брала любое старое варенье. Можно взять, если вот сейчас время опадов яблок, груш. Уже яблоки многие съедобные. Порезали, сахарком засыпали чуть-чуть, подварили буквально немножечко. И бурная кислота. Ну, вот знаете, честно говоря, бурную кислоту я по прошлому году сильные эффекты не заметила. Хотя считается, что они понесут домой, дитёныши накормят, у дитёныши там, короче, всё мрут. Что мне помогло в прошлом году? Никогда я до этого раньше не использовала актора. Сколько? Я сыпала на глаз немножечко. Там пакетик маленький, один грамм. И вот, например, там я беру миску варенья. Ну, миску, пол-литра варенья, да, и вот чуть-чуть там это акторы посыпала, помешала и расставила по винограднику. Всё, они прилетают, они это едят, они благополучно умирают. И, кстати, в прошлом году у нас было вот с той стороны оси на гнездо в земле. Я никак не могла от него избавиться. Я там и дихлофосом пшикала, ну, выкапывать его, пытаться поджечь прямо у виноградных корней. Я не рискнула. И вот чем я извела этот акторой? Я поставила там рядом маночку с вареньицем с акторой. И буквально через день-два возле гнезда уже никого не было. То есть это реально помогает. Но желательно этот способ использовать раньше. Не сейчас, вот в августе, когда у нас зреет урожай, а раньше, где-то там в июле, в начале, когда осы формируют гнездо и кормят молодежь. Потому что вот в этот момент то есть мы эту популяцию и уничтожаем. Причем в этот момент они любят белковую пищу, то есть можно ставить им мяско, облитое тоже какой-то вот такой отравой. И если мы ставим мяско, то тогда мы не повредим пчелам. Потому что, к сожалению, в сезон вот такой ягодный бывает на эту отраву прилетают пчелы. Даже вот говорят, что если вот туда там бражечку какую-то добавить, можно дрожжей чуть-чуть, пиво. Вот осы на это все летят, шершни на это все летят. Но, друзья мои, к сожалению, на это летят и пчелы. Не всегда. То есть это надо смотреть, наблюдать. В прошлом сезоне вот пчел я не видела. Поэтому я смело ставила эту отраву. Получается, 4 года назад мне пришлось всю отраву убрать. Я буквально со слезами ходила, потому что я видела, что туда летит пчела. И поэтому попробовала, посмотрела, вижу, что пчела прилетела, значит, никакой отравы. Ставим ловушки. То есть в этом тоже есть нюансы. И травить ос лучше раньше. Вот тогда пчела не летит. Можно ставить пиво. На пиво пчела не летит. Можно ставить мяско. На мяско тоже пчела не летит. На все сладкое, фруктовое, к сожалению, пчелки могут прилетать. Впрочем, если вдруг случается так, что вот сейчас у вас осы, в мешочки надеть нет возможности, значит, ставьте пиво. Ставьте пиво, чтобы пчелок там не было, чтобы затрагивать только ос. Еще один способ борьбы с осами – это ловушки. Способ очень простой. Любая пластиковая бутылка, любую емкость разрезается. Ну, не пополам, да, отрезается горлышко, ставится оборотной стороной. Все, ловушка готова. Туда внутрь, опять же, закладывается приманка. Это может быть что-то сладкое, это может быть тоже пью. Оса туда залетает, обратно вылететь не может. Минфусы, да, их регулярно надо выкидывать, либо чистить. Вот в прошлом году они буквально за день набивались полностью. То есть я ставила и отраву, я ставила и ловушки, и все равно в сезон это не помогало. То есть, конечно, в теории, если бы я этого не делала, то ос было бы еще больше. Они бы вообще все смелит, все под ноль. Но все равно урон от них был большой. И только мешочками можно было спастись. Впрочем, опять же, повторяю, что если ловушки, если отраву ставить раньше, когда они вот начинают выводить своих детенышей, то вполне вероятно, к моменту урожая мы от ТУС полностью избавимся. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, в этом сезоне у нас тихо. Два фактора. Это через сезон, да, прошлый. Ос было много. Ну и возможно, что я их все-таки вытравила, провела такую массовую работу, что ос у нас нету. Гнезд у нас нету. Ну и тихо. Зато в этом году птицы. Тоже вот еще несколько лет назад мы не знали проблем с птицами. Но сейчас сейчас такие проблемы актуальны. На втором участке тоже вот там как-то птицы в начале сезона, там скворцы, потом они улетают. Их не слышно, не видно. А здесь на дачном участке рядом лес и дрозды. Это просто ужас какой-то. Даже пока я тут вешала сетку, я уже в сетку одного дрозда словила. Вот сразу для тех, кто волнуется, что я с ним сделала, я его все-таки отпустила. Думала-думала, да, решила жалиться, не понялась у меня рука. Отпустила в надежде, что он может расскажет, что здесь плохо, да, и не надо больше к нам прилетать. Еще по поводу птиц и всяких вот есть же отпугивателей, да, записью звуков хищных птиц. Возможно, имеет смысл попробовать, насколько они работают, не работают. Ну, если, кстати, у кого-то есть опыт, делитесь в комментариях, расскажите. Ну, реально, эти штуки работают, отпугивают, либо это пустая трата денег. Касательно чучел, змеев, всяких вот таких штук, это не работает. Видели мы на соседской черешне, и уже не первый сезон, что там не вешают, что там не делают, ничего не помогают, только если закрыть. Ну, к сожалению, вот так. Виноград любим не только мы, любят его птицы, любят его волосы, и нам приходится за наш урожай бороться. Желаю, конечно, чтобы у вас этого всего было поменьше, среди детей, да, а урожая побольше. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку счет, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!